Я не являюсь политическим поклонником Амелиана и его бывших начальников, но это было совершенно свинское решение. Потому что тарифы надо было снижать не на 20%, надо было снижать 2-3 раза. Я был в Одессе, я кричал, в Одессе тарифы заряжен минимум 3 раза. Почему? Потому что все это в офшорах, через прокладки. Зачем, чтобы государство заходило сила? И он снизил на 20%, не знаю, какая была мотивация, но это было правильно. А набушники не видят больших вещей. Я хочу сказать, я очень хочу похвалить набу, набу никто не берет взяток. Это уже супер, классно. Это орган, где нет взяток вообще по определению. Но одна история не имеет взятки, а другая история быть проактивно правильным. История с Амелианом, мне кажется, не очень хорошая. Но когда мы говорим о налоговом бремя, мы должны понимать, что в Украине госрасходы в этом году, госрасходы доли ВВП 45%. Бремя госрасходов. Чтобы понимали, в Грузии у нас было 18%. Есть целый ряд самых развитых стран, где они около 15-14%. 45% госрасходов значит, что государство забирает у людей деньги на свои бюрократические расходы. Да, часть оправданная, социальные расходы, но значительная часть этого крадется. И когда есть бремя 45%, там вообще без шанса экономика. Поэтому мы должны уреживать целые бюрократические отрасли. Мы должны резко сокращать бюрократию, мы должны сокращать эти функции, эти бюрократию. Вот это я все буду предлагать. Будет это проходить? Скорее всего, может быть, значительной части нет. Опускать буду я рукой? Не буду опускать. Потому что, ну, с одной стороны, я недавно видел свое выступление Киева Магелянга в 2014 году. Можно просто фамилии переставить, все то же самое. Мы всего 6 лет, как какой-то испорченный патефон, повторяем одно и то же. С другой стороны, а какой выход? А не надо устать, я не отстану. Да, в Грузии я привык, я там одно пальцем, а не исполнил, выгнал. Я это самое посадил, это самое там накричал и так далее. Ну, так здесь не получается. Нет у меня этих полномочий. У того есть, у тех тоже не надо работать, потому что надо это все собирать. Все развалено. Ты не поймешь, где уровень ответственности, потому что каждый глава сельсовета думает, что император, царь и бог на своем месте. Не говорю уже, там, глава департамента и так далее. Они уже там сидят 30 лет, а эти министры меняют. Когда я походил по бюрократике, когда меня на вице-премьер представили, я походил по разным комбинетам Кабмина. Знаете, у них какое отношение было? Ну, такие, шидят, там, люди матерые, 30 лет последних, ну, еще один пришел. Таких, как ты, мы видели, столько пробегали, а эти министры меняются со скоростью света, правильно? Так что... Виктория пишет нам. Сегодня Хатя Эдаканаин заговорила о сворачивании реформ в Грузии. Как вы к этому относитесь? Ну, плохо отношусь. Поэтому у нас выборы в октябре, они закончатся очень логично. Конечно, воры никогда не будут сами ничего отдавать. Но на то, что существует грузийский народ, на то, что существует я. По вопросам, больше 60% Грузии, грузин, хотят, чтобы я вернулся в страну. Ну, это не означает, что на должность, чтобы вернулся в вашу ненормальную ситуацию, когда я вместе со своей командой простроил самую бедную, самую коррумпированную, самую и криминализированную страну перестроил. Ну, Восточная Европа, Советское пространство, одно из самых успешных. Все, на что не посмотришь Грузии, построено мной. Система здравоохранения, которая спасла сейчас людей, построена мной. В Грузии практически нет плохих дорог и много других вещей. И вдруг меня не пускают в свою собственную страну. И даже, друзья, Порошенко туда ездил, договариваются, чтобы меня наручниками туда послать, когда меня здесь арестовывают. И грузинская власть легла ко сне, потому что знали, что как только я даже в наручниках и кандалах вступлю на грузинскую землю, народ сорвет эти наручники и наденет на них. И они просто умоляли меня. Но это ненормальная ситуация. Мы эту ситуацию попереломим. Там есть много хороших новых людей. И все. Но это такое дело. Грузия все-таки все, что мы сделали, более или менее работает. Да, какие-то вещи остановились. Но все функционирует намного лучше, чем в Украине. Хотел бы Украине, чтобы наполовину так функционировало, как в этой коррумпированной, уже скурившейся Грузии, власти Грузии. При всем этом, я такое остал, что они не могли это сдвинуть. Реформы такими не должны быть. Это не про людей. Это про людей, но это не про лидеров. Реформы должны быть защищены людьми, потому что они привыкают к хорошим сервисам. Они привыкают, что у них не вымогают деньги. Они привыкают, что их не мканяют, как шивых по бане, какие-то документы получать из одного окна другое, из другого третье, четвертое. Как с этим, да, обе это бывают. Поэтому все, чтобы это делать, мы сейчас к обмину тоже представляем. Сейчас уже будет перерыв у парламента. Но мы сейчас пойдем к обмену, и мы представим минимум 40 регуляций, которые надо немедленно отменять, чтобы освобождать людей. Вот мы посмотрим. Я надеюсь на Шмигаля, потому что он все-таки занял прогрессивную позицию по нескольким позициям. Там несколько хороших министров. Мне очень нравится, вот министр, например, по цифровой технологии Федоров. Молодой, ну, такой прогрессивный парень. С другими тоже мы работаем. Но посмотрим. Я же еще раз говорю, у меня нет магической палочки. Мне иногда пишут, ну, конечно, начни уже реформы. Сколько можно разговаривать? Нет, ребята, сейчас на этом этапе я только могу про них поговорить, предложить законопроекты. Дайте мне полномочия, я их сделаю. Пока у меня такие полномочия, вот это делать. Я делаю то, что у меня есть полномочия, но я могу, если бы у меня был в руках автомат, я бы более метко стрелял. Но дали, не дали мне автомат, не дали даже, как его, травматический пистолет. Дали палочку. Буду палочки пробивать эти реформы, а что делать? Дали.